До дня Победы осталось меньше месяца. В Ульяновске готовится к великому празднику. И министрам, и добровольцам предстоит выполнить много работы. Губернатор дал поручение на заседании Оргкомитета. Сохранять историческую память и просвещать население необходимо. В этом уверен Алексей Русских. Жители всех возрастов должны быть вовлечены в памятные мероприятия. И для каждого из них мы можем предложить свой формат участия. От проведения субботников по благоустройству памятников и мест захоронения ветеранов до организации архивных фотовыставок, связанных с именами героев-земляков. Из-за пандемии две годовщины Победы прошли без массового шествия. Бессмертный полк проводили в онлайн-формате. В этом году эпид-обстановка позволяет возродить добрую традицию. По словам организаторов, акция состоится вовремя. Да, в прошлом году действительно была попытка поймать благополучную паузу в эпид-ситуации, которая не получилась в итоге, потому что безопасность участников была и остается все-таки превыше всего. В этом году в случае, если у нас все будет получаться, мы не планируем перевести, переносить каким-либо образом даты. Пройдет и традиционная акция «Красная гвоздика». Волонтеры организуют пункты сбора средств для помощи ветеранам боевых действий. Любой желающий замен на посильную сумму получит цветок для возложения к мемориалам. Акция «Георгиевская ленточка» тоже пройдет этой весной. В этом году акция будет проходить на различных точках. 5 мая будет дан старт официально на площади. А 21 апреля мы будем раздавать «Георгиевские ленточки» у суммы «Гончарова-21». С 29 апреля по 9 мая в регионе проведут около 40 парадов у дома ветерана. Военно-служащие порадуют наших героев традиционными маршами под оркестр. Также и военные волонтеры будут приходить в гости к ветеранам с подарками. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Уллправда ТВ.